Владимир Кващинский принимает мяч, он, конечно же, может что-то придумать. Сразу на троих полез, и пока еще мяч не потерял, и вы слышите, какая поддержка в пользу Владимира. Классный пас налево, можно и бить, уход в левее, удар поворота, вверх, и Динамо уходит вперед. Неплохо, хорошее начало, Вадим Скрипченко должен быть доволен. Ну и Владимир Кващинский отдает голевую передачу на Никифоренко, и новичок, новобранец Минского Динамо в этом сезоне, он пришел. Лично играет Минское Динамо весело, задорно, хорошее начало, и сейчас можно налево отдать передачу Никифоренко, получает пас, снова уходит в середину. Антон Путила, красавчик, может пенальти, давайте пенальти, это огонь какой-то. Что за начало? Ну, Антон Путила хотел, как старые добрые времена, всю команду обыграть и забить, не дали. Ну и Владимир может записать голевой передачи еще и гол. Разбегается Кващинский! Бьет и забивает. Нет, если так продолжим, то с каким счетом Минское Динамо выиграет? Вообще, хорошо бы оставить на сезон, конечно. Именно из середины поля. Я думаю, что Вадим Викторович его заставляет это делать, чтобы насыщать середину. Пас на острие. И удар по воротам, и вот Макавчик в игре, впервые в нашей встрече. Во втором тайме. Хотя только пару месяцев прошло, и это, возможно, был удар. А вот этот момент точно можно назвать ударом. Только обыграть. И в этот раз не пенальти, а фулл в атаке. Гродинской команды. Это удар Кравцова. И вот уже Динамо снова находит в свободную зону. В центре есть 3-4 игрока. Даже удар по воротам. Ну и Владимир Хвощинский не попадает в пустой угол. Вратарь уже лежал. И каким-то чудом сейчас Неман не пропускает третий мяч. Пришла, но только поздно. Савицкий остается один в один против Сочивка. Решил пробить. Отскок. Отбились Динамовцы. Удар по воротам. И кажется угловой. Никифоренко. Прекрасная диагональ. И как здорово пробрасывает себе Рылыч. На дальней штанге есть игрок. Пас и удар по воротам. Минская Динамо. Блистательно все делает в очередной раз. И забивает третий гол. Расположение. Поль. Ну смотрите какая неплохая передача. И практически выход один на один. Удар по воротам. И спасает Лопоухов. Это... Ну а капитан у нас ДВС Киба. Передача направо. Прострел. Можно бить. Никита Демченко. Свалился слегка мяч. Вы посмотрите как. Несется Динамо в атаку. Здорово. Борьбу Демченко. Валерий Жуковский. Как молодой сегодня. На поле просто лучший. Егор Зубович. Вот это да. Лопоухов. По реализации. И сам он говорит, что приколивающий как-то не получается у него часто забивать. Наверное все проблемы в тренере. И Лопоухов. Очередной сейф. Валерий Жуковский. На некоторое время Неман перехватывает инициативу. И действительно... Сейчас Валерий Жуковский немного Неймара. Исполнил ошибка. Пасевич. Удар поворотом мимо. Да, это беда Пасевича. У него очень много опасных моментов. Но вот исполнение, конечно... Снова авторитетом задушил Ориньо. Но в этот раз уже оправданно. Давай, Неймар, давай! Ориньо! Штангает! Штанги забивает Ориньо! Минское Динамо 4-0! И даже Роман Девискива пошел праздновать вместе с Ориньо. А зрители на трибунах называют Ориньо Неймаром. Вы знаете, действительно похож на Неймара Ориньо. Поэтому, да, давайте не будем делать выводы. Картинка красивая, но надо ее сохранить и приумножить. Морозов! И удар по воротам! Защитник! Подбор! И судья не свистит пенальти. Просто жалеет Неман. Хотя, конечно, было нарушение. Прямая нога прямо в штрафной. За такое пенальти назначаются. Ориньо, Никита Демченко эффектно обыгрывает, подает Демченко на дальнюю и снова удар! Вот это да! Что они творят сегодня? Нет, ребят, ну оставьте на сезон, прошу вас! 5-0! Дубинец забил. Спасибо огромное за подсказку. Ну, до этого у него была попытка, и он пробил защитника. Снова опасный момент! Минская Динамо! Морозов! Дебютный гол! И снова Никита Демченко! Ну, каков же красавец! Две голевые передачи буквально за минуту. И Морозов в своем дебютном поединке забивает за Минская Динамо 6-0. Это космический разгром Немана. Ну, и вы сами слышите, какая поддержка. Я помолчу. Никита Дом! Никита Дом! Никита Дом! Никита Дом!